Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля! В эфире еженедельный дайджест новостей компании. Сегодня вас ждет знакомство с Леонидом Слуцким, героем нового выпуска Норникель Stories интервью, визит Михаила Мишустина в Норильск и сюжет о том, как прошло лето в хорошей компании. Готовы? Мы начинаем! Михаил Мишустин прибыл в Норильск с рабочим визитом. Вместе с Владимиром Потаниным, Николаем Уткиным и Михаилом Катюковым, глава правительства посетил площадку строительства серной программы на Надеждинском металлургическом заводе. Он ознакомился с ходом реализации проекта, а также узнал о технологиях и перспективах. Программа реализуется в соответствии с ранее намеченными планами, и на Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен в сентябре. Это позволит до конца года обеспечить около 20% сокращения выбросов, а когда в 2024 году эта линия выйдет на полную мощность, то сокращение, как и обещано, будет порядка 45%. Уже осенью этого года Норникель начнет улавливать серу на Надеждинском заводе. Это сократит выброс диоксида серы в Норильске на 45%. Следующей остановкой стал операционный центр. Там Михаил Мишустин оценил инновационные гаджеты, которые компания использует уже сейчас. Премьер-министру продемонстрировали комплекс анализа геопространственных данных, экзоскелет собственной разработки и решения на базе искусственного интеллекта. Затем Михаил Мишустин ознакомился с планом социально-экономического развития Норильска в спортивном комплексе Айка. Также Михаил Мишустин оставил памятную запись в книге почетных гостей Надеждинского металлургического завода. Отправляемся в Читу, чтобы познакомиться с героем нового выпуска Норникельсторис Интервью. У нас в гостях легенда российского футбола. Коуч, разносторонний личность и обладатель исключительного чувства юмора – Леонид Слуцкий. Многие из нас знают его как тренера, завоевавшего множество трофеев с футбольным ЦСКА, или наставника национальной сборной. Однако в интервью Леонид раскрылся нам с новой, совершенно нефутбольной стороны. Многие мне сейчас люди из сферы футбола не верят, что как бы, то есть ты вырвался из этого мира, и тебе хочется, знаете, всего попробовать, все успеть, все как-то сделать, а это сложно в таких коротких временных рамках. Вот, поэтому футбол, несмотря на то, что это дело жизни и доставляет тебе основные эмоции, положительные, отрицательные, все-таки это одна из частей жизни, да, самая важная, самая большая, самая объемная. С юмором и легкостью Леонид рассказал, как и чем живет, поделился своими мечтами и страхами, а также зарядил всех зрителей мотивацией. Я желаю, чтобы огонь внутри вас никогда не запахнул. Выпуск понравится даже тем, кто далек от футбола. Полный ролик уже ждет вас на нашем канале, ссылка в описании. Лето в Манчегорске выдалось насыщенным. На прошлой неделе самые активные участники корпоративных программ Норникеля собрались вместе на молодежной регате «Лето в хорошей компании». Ребят из проектов «В хорошей компании», «Профстарт» и «Первая арктическая» ждали два крайне насыщенных дня. С приветственными словами обратились Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике и Дмитрий Пристансков, статс-секретарь и вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления. Я желаю вам получить удовольствие узнать много нового о нашей компании и обязательно, обязательно привнести свою лепту в то, как наша большая организация «Огромный Норникель» будет расти и развиваться в будущем. От лица Всероссийской Федерации парусного спорта и от себя лично я желаю вам отлично провести время. Участники не только научились управлять парусными лодками, но и задали интересующие вопросы топ-менеджерам компании, узнали о внутренних рабочих процессах и культуре безопасности на производстве, а также приняли участие в мастер-классах. Уверены, что наши молодые сотрудники провели время с пользой и зарядились положительными эмоциями. Мы будем с нетерпением ждать возвращения регаты в следующем году. Норникель представил производственные итоги за первое полугодие 2023 года. Так, производство металлов платиновой группы увеличилось благодаря росту добычи на руднике «Медвежий ручей». Качество никелевых катодов Кольского дивизиона улучшилось, а содержание примесей снизилось на 40%. Также компания продолжает тестировать и внедрять новое оборудование от поставщиков из дружественных стран. Подробный отчет уже ждет вас по ссылке в описании. На этом активности в Мончегорске не заканчиваются. На этой неделе там прошел тренинг «Профессия мамы». Встречу организовали сотрудницы Норникеля, ставшие амбассадорами ассоциации «Women in Mining Russia». Каково это быть современной мамой и успешной карьеристкой? Как достичь баланса между семьей и работой? Где развивать необходимые навыки? И главное, почему мама – это профессия? Теперь сотрудницы Кольской ГМК знают ответы на все эти вопросы. Это очень зацепило. И их отчаяние, их мечты, их желания. Они откликались и думаешь, а я же тоже так когда-то думала. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие им поможет принять главное решение, в своей жизни. Кстати, совсем скоро на площадке ассоциации пройдет новый вебинар от эксперта в родительстве Константина Бороздина. Регистрации и подробности уже ждут вас по ссылке в описании. Хотите попасть в наш еженедельный дайджест? Оставляйте свои яркие комментарии под этим видео. Лучшие из них попадут в наш следующий выпуск. А вот и лучшие комментарии под прошлым выпуском. Наше путешествие не закончено. Переходим к новостям одной строкой. Мы начинаем знакомство с заповедниками Севера. Вас будут ждать самые красивые природные оазисы, которые поддерживает Норникель. Первый на очереди – Пасвик. Подробности ищите в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Уже 29 июля состоится заплыв X-Waters Енисей. Участники провели субботник и подготовили территорию к старту. Мы с нетерпением ждем начала заплыва и обязательно поделимся результатами соревнований в нашем следующем выпуске. До встречи через неделю и хороших выходных!